Это, в принципе, такая практика. То же самое происходило с моими сторонниками несколько лет назад. Буквально перед моим отъездом, я расскажу, меня тоже разорили студию, то есть забрали всю технику. Это вот то, что с вами случилось. И всех, кто появлялся в моей студии за последние несколько дней, у них тоже прошли обыски, у них тоже конфисковали технику. У Игоря Ефремова, который сейчас находится вынужден на миграции, они вообще сидели в осаде, в квартире, где у полицейских, с одной стороны, не было обыска, не было ордера еще на руках, но им было верено не дать выйти на улицу, не дать покинуть помещение. Законность и защита права – это что-то, что должно объединять нас всех в равной степени, в противном случае по одному, как и будут выкидывать, как это происходит сейчас. Как вы вообще оцениваете вот этот подход, когда удар по правому, условно говоря, удар по левому флангу практически с разрывом? Пару дней. Как вы вообще понимаете эту реакцию? Я уверен, что это реакция на самом деле на Машу Пригожина, в том числе на публичную реакцию на него. То есть там, где Кремль был уверен, что Пригожин и вообще подобный мятеж невозможен, потому что он не встретит популярной поддержки, оказалось, что когда вооруженные люди приходят в город, их там встречать, начинают хлебом и солью, буквально чуть ли не с цветами.